Безбожно лживая реклама Великой Империи бурным потоком ежедневно льется в уши украинцев на неподконтрольной территории Донбасса и в оккупированном Крыму. Россия страна возможностей. Россия пережила коронакризис лучше других стран. Летом на МКС успешно слетал первый в истории человекоподобный робот-космонавт. Остается один небольшой вопрос. Если в Великой и Могучей так хорошо, то почему ее собственные граждане бегут оттуда? Кажется, здесь напрашивается аналогия с тонущим кораблем. Отток ученых и специалистов высокой квалификации по данным Российской Академии Наук из страны за последние десятилетия увеличился в пять раз. Танки, Искандеры и имперская мощь оказались не такими уж привлекательными для обычных людей. Каждый пятый житель РФ мечтает уехать на ПМЖ в другую страну. Если подобное будет продолжаться, то в обозримой перспективе Россия может оказаться на обочине глобального развития. Каждый год из страны уезжает около 400 тысяч человек. И это только официальные цифры. По данным издания проекта, Росстат занижает число уехавших в шесть раз. Вот, например, экспресс-опрос жителей Екатеринбурга. Об эмиграции задумывается каждый второй. Цены высокие, налоги и прочее. У нас нет перспективы роста. Здесь нет никаких перспектив. Почему так считаете? Носительно роста. Ну, потому что мы живем во времена застоя. Интернет кишит блогерами и мигрантами из России, которые не стесняются рассказывать, почему они покончили с империей зла. Реально до 2014 года я мог себя назвать прям таким ярым патриотом. Анатолий Власов ведет собственный блог на ютюбе, где рассказывает о жизни в США. Из Москвы в Лос-Анджелес он переехал четыре года назад. На родине у парня был небольшой бизнес – кальянная. Как только выручки стало хватать больше, чем на проезд в метро, к нему пришли. У 22-летних пацанов пытались отжать кальянную. Четко понимаешь, что после преодоления какой-то определенной границы по выручке, к тебе придут и попросят какое-то одолжение сделать. Прогнившая, коррумпированная система заметит и придет с поборами к любому, кто отважился в РФ иметь хоть сколько-нибудь прибыльный бизнес. А главное, в РФ стоит забыть о долгосрочном планировании. Как можно в таком режиме планировать свою жизнь на 10 лет вперед, когда ты не знаешь, какой будет курс через три года, и не уничтожит ли президента экономику всей страны? Просто для того, чтобы создать имидж империи. В Америке Анатолий основал несколько стартапов и привлек инвестиции на сотни тысяч долларов. Таких же, как он, понаехавших из РФ сегодня тысячи. И это только те, кто решается откровенно рассказать свою историю в интернете. Самый кайф-то в этом во всем, что когда ты платишь и понимаешь, что ты платишь налоги и так далее, и так далее, ты видишь это все вокруг себя, ты получаешь, твои дети получают от государства какие-то положительные моменты. Стас родом из Пятигорска. На родине у него был собственный бизнес. Когда империя стала играть мускулами, бизнес сдулся. Я принял решение, что нужно переезжать в Европу, перевозить семью. Нового счастья Стас решил искать в польском Вроцлаве. Мужчина устроился водителем городского автобуса. Через год перевез во Вроцлав жену и троих детей. Переезд из РФ считает лучшим решением своей жизни. Если есть у кого желание изменить свою жизнь, изменить жизнь своих близких, то верите только в себя. О том, что талантливая молодежь не оценила мощь империи и валит на Запад, обеспокоенно заговорили даже в самом Кремле. Там, где больше платья, туда едут. Вот и все. Остановить безобразие предложили двумя путями. Первый и основной – это хорошо проверенные в СССР железный занавес и шантаж. Закрываться, не пущать, хватать и не пущать. В целом, это возможный вариант. Это возможно. Но если человек учится… Какое крепостное право. Почему? Второй путь – создавать людям условия, много платить, победить коррупцию, прекратить нападать на соседние страны. В общем, звучит уж совсем нереалистично. Ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода. Помогать остановить поток иммигрантов из страны взялось Киселев ТВ. А вот там все, ну, просто замечательно. И как только приезжаешь, сразу вам кисельные реки, извольте, молочные берега, будьте любезны. И все в это верят. Пропагандисты с завидной регулярностью рассказывают о том, что мигрантов нигде не ждут. Мечтателями называют всех этих взрослых людей. Еще детьми они нелегально попали в США, давно живут в Штатах по временным документам и грезят гражданством. Байден якобы лично отговаривает всех от иммиграции в США. Не приезжайте, не покидайте свои города. А россиян ненавидят во всем мире. В России говорят, что поляки вас не любят, Польша вас на дух не переносит, сидите здесь, вообще не выбирайтесь. Ну, то есть, ну, это, конечно, все неправда. Постоянно нам говорят, что мы их встаем с колен, но нам не дают проклятые американцы и загнивающая Европа, потому что они не хотят видеть Россию сильной. Но, блин, в этом же нет никакой логики. Логики нет, но россияне верят. Равно, как и оказавшиеся в оккупации жителей Донбасса и Крыма. Тезисы «от себя не убежишь» и «там будет еще хуже» пропагандисты буквально затерли до дыр. Они наивно бегут от себя, думают, что в другой стране их найдут. Изо всех сил пропагандисты зомбируют население. Мол, между двумя векторами развития – западный и российский – нужно непременно выбирать последний. Где та Европа, которую мы знали и любили? Впрочем, далеко не всех собственных граждан в РФ удерживают. Я жалею часто не о том, что кто-то уезжает, а я жалею о том, что некоторые не уезжают, к сожалению. Это серое вещество не утекает из страны. Любые политические высказывания, хоть намеком бросающие тень на неприкосновенную партию «Единая Россия», делают из посмевшего произнести критику в сторону власти потенциального эмигранта. Ну и главные враги российских правоохранительных органов, судя по последним двум месяцам, это, конечно, не террористы никакие, не экстремисты и даже не иноагенты, а акционисты. Участница группы «Пусера» и ведущая утреннего эфира на российском телеканале «Дождь» Ника Никульшина не так давно вышла из спецприемника после 3-го, с начала мая, административного ареста. Все то, что делает российское государство сейчас, это тотальный ***, это какие-то 90-е пули. И, знаете, у меня просто новая кличка Ника ПТСР, потому что *** пройти и все это дичь, и оставаться в добром здравии. Напомним, Никульшина получила известность после акции на финале Чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, когда во время матча она вместе с другими участниками «Пусера» выбежала на поле стадиона в полицейской форме. Акцией «Милиционер вступает в игру» активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России. Дорогой друг, ты, наверное, знаешь о том, что в России нет правового государства, и любой полицейский может просто так ворваться в свою жизнь. Вместе с другими участниками акции Никульшина отсидела 16 суток под арестом. С тех пор прошло три года, а участников акции то и дело арестовывают и бросают в спецприемник без каких бы то ни было причин. По статье «Неповиновение полиции». Судья не смотрит видеозаписи, соответственно, с места происшествия, да, то есть абсолютно без разницы, что там происходило в реальной реальности. Если есть два рапорта от сотрудников полиции, то, значит, все было так, как и было. Так называемые правоохранители полтора часа ехали из Москвы для того, чтобы выкрасть Никульшину, отвезти ее на улицу 1812 года, где она якобы нецензурно выражалась, и была задержана полицией. Восемь человек не в форме, они затолкали силой нас в какой-то непонятный микроавтобус только лишь для того, чтобы довезти нас до второго спецполка в городе Москва, а деревня Новинки – это под Солнечногорском. За последние три месяца под арестом девушка провела 35 суток. По словам Никульшиной, каждый раз между арестами полицейские давали небольшой люфт, чтобы она могла свалить из страны. Нас просто вытравливают из страны и дают нам какой-то маленький люфт на то, чтобы мы уехали. В середине июля Никульшина сразу из спецприемника отправилась в аэропорт, откуда улетела в Грузию. Гораздо продуктивнее, мне будет набирать какой-то творческий потенциал и, возможно, помогать извне, чем сидеть в спецприемнике. Чтобы быть нежеланным в империи зла, совсем не обязательно быть политическим активистом. Достаточно просто быть сознательным и социально активным гражданином. Не знаю, насколько это органика, пахнет просто ужасно. Зловонная жижа, канализационные стоки, автомойки для цистерн. Слив с нее пошел прямо на краснодарские виноградные поля. А в местном поселке Таманский стойкий неприятный запах стал частью пейзажа. Все, что было здесь, какие-то кустики, все просто зачахлое, высохшее, знившее стоит. Такие видео экоактивист Краснодарского края Сергей Пенягин снимал и выкладывал на своем ютуб-канале регулярно. Федор Викторович, если есть 2 миллиона рублей, чтобы выделить на дорогу, которая уже есть, и которую сейчас никто не пользует, потому что она перекопана, то вот, может, найдете денежки, чтобы детям детские площадки сделать? Сергей также возмущался, что на бумаге власти заасфальтировали дорогу возле его дома. На деле же там оставалось глинистое бездорожье. Спустя некоторое время начались нападения. За последнее время я стал просто часто посещать травматологическое отделение. Но сегодня повод посетить ее оказался очень печальный. Меня сбил автомобиль, дал по газам и покинул место происшествия. Вскоре после нападения система решила задействовать беспроигрышный способ заставить замолчать. Дали мне точно понять, что если я не успокоюсь и не прекращу свою отдельную деятельность и публикацию материала, то против меня будет заведено второе уголовное дело. Сергей в срочном порядке распродал все, что мог, и вместе с семьей попросил политическое убежище в Германии. Выбор был очень простой – сесть в тюрьму или сесть в тюрьму. Поэтому выбора не было, а уголовное дело шло полным ходом. Только в эмиграции Пенягин наконец начал спокойно спать. Спокойно стало, когда мы приехали сюда, и спустя, наверное, полгода. Интернет для активистов и блогеров типа Пенягина – последнее свободное пространство в России, чтобы независимо высказываться. Вот она, свобода слова по-кремлевски. Высказываться можно свободно, но недолго. Несмотря на усилия РФ остановить эмиграцию из страны, всем посмевшим сказать хоть слово против власти – чемодан, вокзал, эмиграция. Даже сейчас, спустя годы войны, империя зла пыжится доказать Украине, что та совершает роковую ошибку. Между Западом и так называемыми «братьями» нужно, конечно же, выбирать их. Но нельзя же настолько жить в альтернативной реальности. Все, кого вы ищете, вас пользуют. Но сами граждане РФ кажутся уверены в обратном. Молодые и перспективные уезжают сами. Каждый пятый мечтает покинуть РФ. И это только те, кому хватило духу в этом признаться. Тех же, кто хочет отстаивать свои права, политические или хотя бы элементарное право на чистую окружающую среду, империя либо сжирает, либо выплевывает вовне. Ибо правам человека здесь не место.